Миссия выполнена. В Подмосковье завершился уникальный проект, участники которого проявили настоящее мужество. Четыре пилота на легких спортивных вертолетах пролетели вокруг Земли за полтора месяца и побывали в самых живописных местах планеты. На пути им пришлось преодолеть немало трудностей, но чаще всего бороться приходилось с самим собой. Мой коллега Илья Данильцев встречал путешественников из долгого воздушного плавания и вот что мы увидим. Приземлившись на милой душе свой аэродром в деревне Буньково Истринского района, покидать винтокрылые машины, ставшие для них буквально домом на последние полтора месяца, летчики не спешили. То ли благородный страх не позволял сразу ступить на родную землю, то ли полет не отпускал и хотелось снова улететь подальше. А не было бы ни штатной ситуации каких-нибудь? Были. Один раз где-то в Канаде мы поздно приземлились, весь общепит был закрыт. А все началось еще 45 дней назад, 2 августа. В августа 4 энтузиаста, прихватив с собой оператора, чтобы потом сделать эти уникальные кадры, решили первыми покорить землю на легких вертолетах. И у них это получилось. И в сутках получалось по 25 часов, а последний день и вовсе выдался на 28 летели над российскими просторами. Впечатления незабываемые, потому что из них никто не ожидал, что земля окажется настолько разнообразной. Я в своей жизни не видел, например, столько медведей, сколько увидел за этот перелет. Я их видел там, ну, сотнями. Причем в нашей вот посадке на Чукотке и на Камчатке. Практически каждая посадка мы садимся на полянку, на речке, там сидит медведь, ловит рыбу. А помимо Чукотки и Камчатских вулканов, летчики увидели Ниагарский водопад, Норвежские фьорды, три голубых океана и один зеленый, Сибирскую тайгу. Успели полетать практически без топлива, при нулевой видимости и над многокилометровыми глубинами. Уникальный проект завершен. Преодолев почти 40 тысяч километров, побывав во всех климатических зонах и увидев самые живописные места планеты, пилоты отправились на свой законный отдых, который, как они сами признались, проведут с семьей, чтобы уже завтра приступить к своим прямым профессиональным обязанностям, к деловым перелетам. Не из-за того, что надо, а просто потому, что однажды поверили, что человек рожден там, где плывут серебристые облака. Илья Данильцев, Сергей Чернышев. Новости Подмосковья.